Это один из главных праздников братского государства. В этот день, в 1923 году, в конституцию страны были вынесены поправки, результатом которых стал распад Османской империи и провозглашение Турецкой Республики. Таким образом, в стране была установлена республиканская форма правления. История основания Турецкой Республики неразрывно связана с выдающимся политическим лидером Мустафой Кемалем Ататюрком, при котором в стране произошли кардинальные изменения. Именно Ататюрк возглавил борьбу турецкого народа за независимость после поражения Османской империи в Первой мировой войне. Фактически, Турция стала республикой в 1920 году, когда Ататюрк создал Великое национальное собрание. Но новый парламент не был признан османскими властями. Война закончилась в 1923 году подписанием Лозаннского договора, который признал правительство Ататюрка. 29 октября 1923 года Великое национальное собрание официально провозгласило Турецкую республику. И Ататюрк стал ее первым президентом. Как национальный праздник Турции, День республики отмечается ежегодно с 1925 года. Традиционно праздничные церемонии проходят по всей стране и в зарубежных представительствах Турции. На зданиях правительственных учреждений, учебных заведений вывешивается государственный флаг страны, в школах проходят торжественные мероприятия, а на улицах праздничные шествия. За прошедшие десятилетия Турция укрепляла связи со многими странами, а дружеские и братские отношения с Азербайджаном, имеющие глубокие исторические корни, вышли на качественно новый уровень. Идентичность религии и языка, сходство культур и традиций всегда укрепляли отношения между странами. Отношения между Азербайджаном и Турцией насчитывают многовековую историю, однако, естественно, наивысший этап развития этих отношений пришелся на 20 век, в особенности в 1918 году, когда Османская империя оказала помощь молодой Азербайджанской республике и азербайджанскому народу в сохранении территориальной целостности Азербайджана, в освобождении Баку в сентябре 1918 года. Очередным этапом укрепления двусторонних отношений стал период после 1991 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и Турецкая республика стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана. Эту поддержку наше государство и наш народ ощущает на протяжении всей 30-летней истории, прошедшей со времени восстановления независимости. В 2020 году, когда началась Отечественная война, Турция стала главной опорой Азербайджана на международной арене, и, как уже неоднократно это говорилось, именно политическая, моральная помощь и поддержка, оказанная турецким государством и турецким народом Азербайджану. Речь идет о том, что азербайджанский народ чувствовал мощную поддержку, более чем 80 миллионного морального поддержки, более чем 80 миллионного турецкого народа. И вот эта моральная поддержка турецкого народа сыграла колоссальную роль. И я хочу сказать, главной составляющей этой поддержки были, это, конечно, тандем двух президентов. Президент Азербайджана Ильхам Алиева и президента Турции Эрдогана. И сегодня вот этот тандем продолжает играть очень огромную роль на мировой политической арене. Сегодня Турция и Азербайджан – это вместе, всегда, везде, во всем. Сегодня отношения Азербайджана и Турции находятся на уровне стратегического партнерства. Укрепление отношений между Турцией и Азербайджаном имеет большое значение для обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Для дальнейшего развития и укрепления дружеских отношений есть большой потенциал и сильная политическая воля. Телли Гусенизаде, Эсмир Алиева, CBC.